Двукратный экс-чемпион мира, шведский полутяж Баду Джек, 22-1-3-13к, был близок к завоеванию очередного титула, но не сумел 19 мая. Торонто, Канада, вырвать победу у местного ветерана-чемпиона Аданиеса Стивенсона, 29-1-1-24к, поединок прошел всю 12-раундовую дистанцию и завершился в ничью. Мир у мир, рассказ о поединке между Стивенсоном и Джеком Адврииндж, швед, не скрывает недовольства работы рефериана Джона Льюиса из Великобритании. Выписал любителю работать по корпусу оппонента Джеку ранее предупреждение из-за якобы удар ниже пояса, я не бил ниже пояса. Просто у него трусы были подтянуты слишком высоко. Читаю, это был правильный удар, заявил Джек на пресс-конференции. Поддакивал своему боксеру промоутер Флойд Мэйуэзер Мэйвиттер Промошенс, как же к черт возьми, часто бывает, что Когда ты наносишь удар в пояс, рефери сигнализирует об ударе ниже пояса. Необходимо ведь чувствовать, понимать разницу, тут как тут глава Мэйвиттер Промошенс Леонард Эулерби, Стивенсон, умудренный опытом ветеран. Когда он увидел, что рефери предупредил Джека, то принялся играть на публику, показывая, что ему необходимо время на восстановление. Но вся правда в том, что удара ниже пояса не было. Все, что было, необходимость для Стивенсона украсть парочку минут на восстановление. Рассказывает сам Джек, удары по корпусу, моя фишка, моя коронка. Я это здорово делаю, а в поединке против 40-летнего Стивенсона это приносило успех. Он очень быстро начал уставать после моих попаданий, читайте также, статистика ударов поединка Даниса Стивенсона и Баду Джека, подписывайтесь на аккаунт в риндж.ком в твиттер, фейсбук и вконтакте, в одной ленте, все, что стоит знать о боксе и ММА.